31 марта 1993 года в полночь на съемочной площадке прозвучала камера, мотор, начали. В кадр вошел Брэндон Ли и в него выстрелили холостым патроном. Однако в стволе бутафорского пистолета застряла заглушка, которая вылетела и убила актера. Это были съемки фильма «Ворон» по мотивам поэмы Эдгара По. Спустя 144 года после смерти поэта, его произведения все так же обладали особой мистической силой. Они и убивали, причастных к ним, но и приносили им всемирную славу. Так случилось и с Брэндоном Ли. 19 января 1809 года в семье театральных актеров родился второй сын, которого назвали Эдгар По. Отец Эдгара Дэвид По учился на юриста, когда увидел на сцене свою будущую жену Элизабет. Ради нее он бросил учебу и сам вышел на подмостки. Но если Элизабет, потомственная актриса, прекрасно понимала, что за жизнь их ждет, то Дэвид явно нет. Чтобы заработать на жизнь, пара играла по три представления за вечер. Но этих денег еле хватало. Голод и постоянный холод на гастролях привели к тому, что Элизабет заболела туберкулезом. Дэвид же сначала начал пить, а потом просто сбежал, оставив жену умирать с тремя малолетними детьми на руках. На тот момент родилась еще и младшая сестра будущего поэта. Однако последняя роль Элизы была в пьесе «Незнакомец», каким для нее и оказался ее собственный муж. На первый взгляд Эдгару Пу повезло больше всех из трех осиротевших детей. Но в этом и был фатальный рок Эдгара По, что за каждым его успехом скрывалась трагедия, а за каждый удар судьбы следовала награда. Семья, куда попал По, была богата. Глава семьи был совладельцем собственной компании, торговавшей табаком и хлопком. У отчима По, Джона Аллена, уже было два внебрачных ребенка, когда они взяли Эдгара. А вот у мачехи Фрэнсис Аллен детей не было. И по сути Эдгара взяли в семью на правах домашнего любимца жены, что-то вроде комнатной собачки. Так как официально его так никто и никогда не усыновил. Впрочем, 7 января 1812 года, в день крещения Эдгара По, ему добавили фамилию его новых родителей, и он стал Эдгаром Алланом По. Когда Эдгару было 6 лет, его увезли в Шотландию. Впрочем, там Алланы пробыли совсем недолго. Вскоре они переехали в Лондон, где По и начал учиться, и даже успел поменять две школы за время жизни в Лондоне. Вторую из них, в пригороде Стоук-Ньюингтон, он позже опишет в рассказе Уильям Уилсон. Дом был древний и нелепый. Двор огромный, окруженный со всех сторон, высокой и неприступной кирпичной стеной, верх которой был утыкан битым стеклом. В 1819 году Алланы возвращаются в Америку, в Ричмонд, где По продолжил ходить в школу. Если не считать увлечением поэзией, он был вполне обычным мальчишкой. Любил бокс, плавание и даже рыбалку. Все снова пошло не так, когда он впервые влюбился. Влюбился он в мать своего одноклассника, Джейм Станарт, когда пришел к ним в гости. Очевидно, она сильно напоминала ему его родную мать. Через год после того, как По впервые увидел Джейм Станарт, она умерла. Будущий поэт одновременно и убит горем, и поражен произошедшим. Под впечатлением от случившегося он пишет. «Я мог любить лишь только тех, красавец, в чьем дыхание смерть». За эту, уже вторую жертву в его жизни. Ему было дано знание ужасающей формулы поэзии, которая обессмертила его имя. «Смерть красивой женщины – бесспорно самая поэтичная тема в мире». Разве не звучит это, как признание психопата, что стояло за его маниакальной страстью к женщинам, в бледных лицах которых он видел смерть? Впрочем, была у Эдгара По и еще одна школьная любовь – 15-летняя Сара Эльмира Ройстер. Родители девочки были против ее общения с ним, а уж тем более замужества. Поэтому они вздохнули спокойно, когда после школы Эдгар Аллен По поступил в Виргинский университет и уехал из Ричмонда. Пока будущий знаменитый поэт был занят учебой, Сару Эльмиру Ройстер быстро выдали замуж за другого. Но эта любовь еще вернется в жизнь Эдгара По, и, возможно, именно она и убьет его. По мрачному совпадению, типичному для По, в Виргинский университет он поступает в 1826 году, в год смерти основателя учебного заведения Томаса Джефферсона, как будто смерть иронизирует над ним. Поступление в университет открыло глаза молодому Эдгару на его истинное положение в семье Алланов. В кампусе царили свободные нравы, молодые люди постоянно пили, играли в карты, в кости и даже устраивали дуэли. По окунается в такую жизнь с головой. Но то, что сходит с рук настоящим наследником богатых фамилий, для По становится катастрофой. Псевдо-очим Джон Аллан считает, что дав денег на учебу, он уже сделал слишком большое одолжение человеку, не имеющему к нему никакого отношения. А про оплату порочных привычек не может идти и речи. В 1839-м Эдгар По напишет Уильяма Уилсона историю двойника, преследующего главного героя. Оба персонажа рассказа родились 19 января, в день рождения самого писателя. По сути, в рассказе он описывает, что происходило с ним самим за время учебы в университете. Для всех он Эдгар из богатой семьи. Сам Джон знает, что он По без гроша в кармане, но он не может сопротивляться погружению в пучину порока. Заканчивается рассказ убийством Доппельгангера на карнавале в Риме. Из-за отказа Джона Аллана оплачивать карточные долги По, Эдгару приходится бросить университет. Так и не закончив его, через полвека после смерти поэта, в университете появляется общество ворон. Общество создаст музей в комнате номер 13, в которой предположительно жил По. Эдгару По Под чужой фамилией, приписав себе 4 лишние года, он записывается в армию, где служит в артиллерии 2 года. И даже получает звание старшего сержанта. На это время он прекращает пить и приводит свою жизнь в порядок. Судьба не оставляет этот период благополучия безнаказанным. Умирает его мачеха Фрэнсис Аллан, которую он любил как родную мать. Эдгар По не успевает даже приехать на ее похороны. Однако, благодаря этой трагедии, ему удается уволиться из армии. В 1830 году Эдгард поступает в Академию армии США в Вестпойнте. В то же самое время Джон Аллан женится повторно, и у него появляются законно рожденные дети. А значит, Эдгар побольше совсем не интересен бывшему псевдо-отчему. Поэт от этих новостей попадает в депрессию, перестает исполнять служебные обязанности и попадает под суд. По приговору его увольняют со службы. Итак, Эдгар По – осужденный преступник, без денег, без дома. Он живет то в Нью-Йорке, то в Балтиморе, зарабатывая редкими призами на литературных конкурсах. В конце концов, он приезжает к своей родной тетке Марии Клем, и именно там совершает свое главное преступление, которое легко сходит ему с рук. Приехав к родне, он влюбляется в свою 13-летнюю двоюродную сестру Вирджинию и женится на ней. Чтобы сделать это, он договаривается со свидетелями на свадьбе, чтобы те скрыли настоящий возраст невесты и назвали ее совершеннолетней. Позже в рассказе Элеонора По опишет похожую историю. Мужчина женится на своей 15-летней родственнице, а позже она умирает от туберкулеза. Но он без малейшего зазрения совести сразу же женится на другой, хотя и обещал умирающей этого не делать. Рассказ оказывается пророческим. В середине января 1842 года, незадолго до 33 дня рождения Эдгара По, Вирджиния играет на клавире и поет, что было ее обожаемым занятием. Неожиданно она начинает кашлять кровью. В тот момент поэт думает, что у его жены всего лишь разрыв кровеносного сосуда в горле. Он еще не понимает или не хочет себе признаться, что его жену ждет судьба его матери. Через пять лет после написания Эдгаром По рассказа Элеонора, Вирджиния действительно умрет от туберкулеза. Конечно, смерть Вирджинии не была ужасным преступлением, как в убийстве на улице Морг. Но во многом именно внутренний зверь Эдгара По убил ее. Жизнь Эдгара По делилась на короткие периоды просветления и периоды запоя. И если в первые не было человека более любезного и очаровательного, то во вторые он становился настоящим животным. Он пропивал последние деньги, терял работу, ссорился с немногочисленными друзьями. Как результат, семья постоянно голодала, переезжала из одного города в другой, из одного холодного дома в другой. А Вирджинии становилось все хуже и хуже. Практически не было дела, которое бы Эдгар По не провалил из-за алкоголя. Договорившись о выпуске своего собственного литературного журнала «Стилус», он поехал в Вашингтон взять интервью у президента США Джона Тайлера, но вместо интервью ушел в запой. Дошло до того, что в 1843 году Эдгар По сам становится персонажем книги Томаса Дана Инглиша «Проклятие пьяницы». Оборотной стороной пьянства была его патологическая ложь. Он врал постоянно, всем, кредиторам, друзьям, родным. Он с легкостью поделывал факты собственной жизни. Так в автобиографии для журнала «Санды Музеум» он написал, что в молодости, как Байрон, поехал воевать за Грецию, а вернулся в США через Россию. Вранье стало настолько органичным для него, что работая журналистом, вместо поиска новостей он их стал просто придумывать. В 1844 году он опубликовал в газете «Нью-Йорк Сан» сенсационную статью, в которой рассказывалось о трансатлантическом перелете на воздушном шаре. Это был блестящий отчет с множеством технических деталей. Публикация вызвала огромный ажиотаж в Нью-Йорке. Город только и говорил, что о потрясающей новости люди штурмовали редакцию, желая узнать подробности. В результате репутация По как журналиста после разоблачения была практически уничтожена. Впрочем, именно эта публикация стала классикой научной фантастики и вдохновила Жюля Верна на роман «Пять недель на воздушном шаре». Возможности заработать для Эдгара По оставалось все меньше, но все изменилось, когда он написал свой настоящий шедевр. 29 января 1845 года вышел ворон. Сначала похотел вместо ворона в своей самой знаменитой поэме использовать сову, но потом все же использовал ворона. Ворон в мифологии не просто символ мудрости, как сова. Это посредник между миром мертвых и миром живых. Скандинавского верховного бога Одина, связанного с Волгалой, царством павших в битве войнах, сопровождают два мудрых ворона Хуген и Мунин. Имя Хуген значит «мыслящий», а имя Мунин – «помнящий». В Древней Греции ворон обладает способностью видеть скрытое. Он ассоциируется с Аполлоном и Афиной. Поэтому в знаменитом стихотворении «По ворон» и садится на голову бюста Афины Паллады. В Ветхом Завете Ной посылает с ковчега двух птиц ворона и голубя. Ворон выступает как дурной вестник, а голубь как хороший. В Средневековье ворон и вовсе становится олицетворением силы ада и дьявола, а голубь – рая Святого Духа. Публикация «Ворона» сделала Эдгара по-настоящей звездой. У него появились дополнительные заработки в виде публичных лекций. И даже восхищенные поклонницы, которые влюбленными глазами смотрели на «По» в литературных салонах, писали ему стихи и письма. Эдгар побуквально купается в лучах славы. Именно в этот период он и отрастил свои знаменитые усы, с которыми его сейчас принято изображать. Тогда же он становится и совладельцем литературного журнала, о чем мечтал долгие годы. Тем временем, ситуация Эдгара Аллана «По» все больше напоминала сюжет его рассказа Элеонора, в котором главный герой, женившийся на 15-летней, находит себе другую, когда жена умирает от туберкулеза. Вирджиния «По» была уже совсем слаба от болезни, когда ее всемирно известный муж завел роман с Фрэнсис Озгут. Сохранилось стихотворение Эдгара «По. Валентина», в котором, если взять из каждой строки букву, совпадающую с номером строки, то получится имя Фрэнсис Сарджент Озгут. Как и в рассказе Элеонора, жена была совсем не против новой знакомой мужа. И они даже дружили, потому что ради Фрэнсис поэт на какое-то время бросил пить. Но вскоре идиллия закончилась. Поэтесса Элизабет Элек, также состоявшая в переписке с Эдгаром По, случайно у дома поэта, увидела Вирджинию и Фрэнсис, смеющихся над письмом. Из обрывка разговора она поняла, что речь о ее письме. Она не просто потребовала свою переписку назад, но и распустила слухи, что последний ребенок Фрэнсис не от мужа, а от Эдгара По. Скандал моментально разрушил репутацию любимца Америки. Ему отказали в посещении всех литературных салонов, отменили все публичные лекции. Эдгар По снова оказался без денег, журнал его прогорел, и он снова начал пить. Что же касается Фрэнсис Озгурт, то она тоже заболела туберкулезом и умерла через год после смерти Эдгара По. Но гораздо раньше, 30 января 1847 года, умирает Вирджиния По. Впрочем, когда она еще была жива, Эдгар По уже начал искать новую жену. Он мечется, пытаясь выстроить отношения то с одной почитательницей его таланта. То с другой. При этом отчаянно пьет. В конце концов, он заводит сразу два романа. С самопровозглашенной пророчицей из Провиденса Сары Хелен Уитмен и с писательницей Энни Ричмонд. Ситуация временами походила на настоящее раздвоение личности. Свои письма Уитмен он подписывал как Эдгар. Писал ей в письмах, что мечтает уйти с ней в тишину гроба, а на свидание водил на кладбище. Ричмонд же он подписывал письма как Эдди, приходил к ней всегда педантично и аккуратно одетым, и обещал никогда не пить. Через год он организует тайное венчание с Сарой Хелен Уитмен, но она на него просто не приходит. Об этом узнает Энни Ричмонд и рвет с ним отношения. В 1849 году он уезжает в Ричмонд, где делает предложение Саре Эльмире Ройстер, той самой, с которой они были влюблены друг в друга еще детьми. И это предложение руки и сердца было последним в его жизни. По делам он отправляется в Нью-Йорк и Филадельфию с пересадкой через Балтимор, где и встречает свою смерть. Что случилось в Балтиморе – загадка. Эдгара По находит при смерти в таверне в чужой одежде. По одной версии, он стал жертвой родственников Сары Эльмиры Ройстер, которые были против брака с человеком с ужасающей репутацией, активно обсуждаемой в газетах по всей стране. По другой – жертвы политических махинаций, распространенных в то время. Возможно, его напоили до беспамятства и водили несколько раз голосовать на один участок, переодевая в разную одежду. Еще одна версия – болезнь. Например, эпилепсия или цирроз печени. И, конечно же, смертельное отравление алкоголем. На похоронах Эдгара По шел сильный дождь. Его похоронили очень быстро. Присутствовали лишь пара родственников, а священником был дядя его умершей жены. Поэт был похоронен в дальнем углу кладбища, рядом с могилой деда, в дешевом гробу, без ручек, именной таблички, покрывала и подушки под головой. Спустя 25 лет его перезахоронили, но к тому моменту не было уверенности, какая точно могила принадлежит Эдгару По, и не исключено, что под современным памятником лежит кто-то другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова